Здравствуйте, товарищи суворовцы! Здравствуйте, товарищи суворовцы! Вольно, садись! Они обучают и воспитывают будущих офицеров каждый день. Но вот уже неделю каждый их шаг под пристальным контролем членов жюри. Показывают свои лучшие профессиональные качества педагоги Суворовского военного училища в форме соревнования. Как гласит китайская мудрость, путешествие в тысячу миль начинается с первого шага. Первый этап просто о сложном. За три минуты видеоролика раскрыть даже самый трудный материал так, чтобы получилось легко и доступно. Чтобы реанимировать часы, которые представлены у нас здесь на подставке. Мы увидим, что работают часы по движению секундной стрелки. Приступаем. Дальше преподаватели давали открытые уроки. А офицеры-воспитатели проводили классные часы. Каждый участник старался подчеркнуть военную специфику учебного заведения. Так, на уроке истории суворовцы обсуждали значение Великой Китайской стены для обороны Поднебесной. Кто-то станет зенитчиком. Кто-то станет ракетчиком. Разведчиком многие мечтают стать. На математике искали доступ пароль, чтобы ликвидировать взрывное устройство. Вот такие периодики, товарищ суворовцы. Примеряли на себя воображаемую каску военного корреспондента. Журналист должен задать суворовцу так грамотно вопрос, он должен понять кто. На классных часах говорили о важности физического, духовного и нравственного развития. О гражданственности и патриотизме. В этом году на суд жюри участники предоставили свои сайты, которые полезны современным технически продвинутым ученикам. На церемонии закрытия выбрали педагога-новатором, определили дебют года, отметили лучшего педагога дополнительного образования. Лучшим офицером-воспитателем признан Сергей Бражников. Педагогом года юбилейного конкурса стал преподаватель русского языка и литературы Олег Муравьев, который и поедет представлять Уссурийск на всероссийском этапе конкурса в Москве. А перед училищем ставится следующая сложная задача. В 2017 году конкурс «Педагог года» на базе Уссурийского-Суворовского будет открытым. Для того, чтобы преподаватели и воспитатели смогли подчерпнуть опыт своих коллег из других учебных заведений. Константин Маринец, Телемикс.